В этом выпуске вы узнаете о том, растет или падает безработица, о том, чему можно удивиться на выставке «Ювелирная Сибирь» и о том, когда возьмем курс на весну. Но обо всем по порядку. Военные песни зазвучат в парках Новосибирска сегодня. Об этом рассказали в мэрии областного центра. Поздравления прозвучат для защитников Отечества. Дирекция городских парков приготовила пятиминутный музыкальный ролик. Интересные факты и песни военной тематики будут звучать раз в час с 10 утра до 20.00 вечера. В России зафиксирован антирекорд по числу родившихся детей. По предварительным данным Росстата, за прошлый год в России родились 1 млн 264 тыс. малышей. Меньше было только в 1999 году, когда после дефолта на свет появились всего 1 млн 214 тыс. детей. В новых данных Росстата не учитывали новорожденных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. За 2023 год население России сократилось на 243 тыс. человек. Место под солнцем найдется для каждого. В Новосибирской области снизилась безработица в два раза за последние 6 лет. Статистику приводят в региональном министерстве труда и социального развития. Ведомство считает, улучшить показатели помогли клиента центричный подход, цифровизация и тематический нацпроект. Государственная поддержка позволила трансформировать центр занятости населения в современные кадровые агентства с принципами бережливого производства. Специалисты не только оказывают услуги, но и решают жизненный и бизнес ситуации своих клиентов. Эксперты приводят цифры. Почти каждый второй, обратившийся в центр занятости, в короткие сроки находит дело жизни. Важнейшее направление работы службы занятости – это предоставление гражданам возможности повысить свою конкурентоспособность на рынке труда через обучение и повышение квалификации. За 6 лет прошли обучение в остейбованном на рынке труда профессиям около 40 тыс. граждан. Почти 80 из них сократили занятость или трудоустроились на новые рабочие места. Готовят квалифицированных специалистов с юных лет. В регионе все больше популярность набирают инженерные классы. Новосибирских школьников знакомят с техническими профессиями и готовят поступление в ВУЗ. В начальной школе ребята учатся собирать здания с тоннелями или многоуровневый лабиринт из деревянного конструктора. Это развивает логику, комбинаторику и абстрактное мышление. Также проходят уроки по 3D-моделированию. Дети создают объемные фигуры с помощью 3D-ручки. Так ученики знакомятся с проектированием и конструированием в игровой форме. Школьники постарше создают беспилотные системы. Программы для искусственного интеллекта собирают роботов в самолеты. Технические классы – это первый этап на пути к инженерному образованию. Ты можешь поступить в инженерные ВУЗы, конечно же, ведущие нашей страны. Ты можешь заработать баллы для поступления в другой инженерный, не только даже инженерный ВУЗ. И в придачу, если ты инженер, у тебя мышление, оно разностороннее. Ты можешь стать не только инженером, но и в творчество уйти спокойно. Ты можешь работать даже в театре. И в придачу инженер – это такой человек, который знает все практически и при этом может все. Красота в глазах смотрящего. Сегодня каждый может открыть мир прекрасного на выставке «Ювелирная Сибирь». В экспозиции уникальные коллекции и камни со всей России, а также Монголии и Казахстана. Более чем 80 тысяч украшений. Демонстрировать экспонаты будут представители многих российских ювелирных домов, готовых пообщаться и рассказать о рынке драгоценностей, тенденциях и настроениях производителей и покупателей. «Ювелирная Сибирь» – один из редких случаев, когда крупные игроки торгуют в розницу, а эксклюзивные бренды презентуют новые коллекции на широкую публику. Гостей ждут цены от производителей, акций и скидки. Можно принять участие в розыгрышах ювелирных изделий, полюбоваться бриллиантами, дизайнерскими украшениями и изделиями из золота, серебра, камней, минералов и даже из бивня мамонта. А также каждый сможет попробовать себя в роли дизайнера на мастер-классе и создать свое эксклюзивное украшение, используя как интуитивный метод подбора камней, так и чакральный анализ по дате рождения. Вход для гостей бесплатный, выставка продлится 4 дня. Попробовать помадку и алтайские бублики. На левом берегу мегаполиса сегодня начнет работать городская социальная ярмарка. С 11 утра и до часа дня продегустировать можно будет также блины с начинкой, зефир и рис. А завтра посетителям предложат оценить вкус конфет новосибирской шоколадной фабрики. Городская социальная ярмарка находится по адресу улицы Петухово, 69, корпус 1. Продавцы обещают скидки на сладости, рыбу, мясо, молоко и хлеб. Напомню, на ярмарке продают товары местные производители. В среднем на 20% ниже рыночной стоимости из-за особенностей аренды. Под Новосибирском отремонтируют дорогу на Мочищенском шоссе. Для работ ищут подрядчикам. На это выделили почти 9 миллионов рублей. Информацию о поиске подрядчика, который выполнит работы, разместили на сайте госзакупок. Победитель торгов должен выполнить ремонт Мочищенского шоссе. Для этого снять старое покрытие и заменить его новым с помощью горячих асфальтобетонных смесей. Обочины укрепят щебнем. Заявки на участие в торгах принимают до 28 февраля. Ремонт должны завершить до 20 июня 2024 года. Катастрофической назвал статистику по абортам главный акушер-гинеколог региона. За прошлый год прервать беременность решили больше 7 тысяч жительниц области. 7 тысяч прерванных жизней просто по желанию женщины. Мне кажется, в 21 веке это в принципе недопустимо. Потому что, первое, если вы не планируете беременность, на сегодняшний день достаточно средств медицинских, которые позволяют вам этого не иметь, этой нежелательной беременности. Также просят не забывать о том, что есть кабинеты психологической поддержки. Расположены они и в мегаполисе, и в районах области, и в женских консультациях. Доступна также социальная и юридическая поддержка. Работает в Новосибирске государственный центр медико-социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Находится он по адресу Ленина, 55. В этом центре беременные, у которых возникли сложности жизненные, могут пройти консультацию психолога, акшер-гинеколога, обследование, пройти наблюдение по беременности. И наш центр взаимодействует с автономной некоммерческой организацией «Красный крест», где оказывают не только психологическую поддержку и сопровождение во время беременности, но еще и определенную материальную помощь, продукты питания и сопровождение новорожденного и той семьи, в которой он, соответственно, родился в течение первого года жизни. Сладко и полезно. В Новосибирск из Поднебесной стали больше привозить фруктов. По сравнению с прошлым годом поставки увеличились в 40 раз. Данные приводят специалисты регионального Россельхознадзора. Так, за последние полтора месяца из Китая в наш регион завезли около полутора тысяч тонн экзотики. В основном это мандарины, манго, драгонфруты, но больше всего помело. Кстати, этот цитрус не так давно обрел популярность у сибирских покупателей. А все дела в уникальных свойствах. У него низкая калорийность, и он может ускорять обменные процессы в организме. Поэтому помело любят сторонники здорового образа жизни и худеющие. Художники показали ритмы вселенных. Выставка с таким названием открылась в Большом зале Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств. Авторы, преподаватели ингуадии, известные художники Владимир Мартынов и Сергей Гребенников. В экспозиции несколько десятков работ. Гребенников представил графику. В сочетании линий и пятен зрители могут разглядеть архитектурные образы. Владимир Мартынов показывает свое цифровое творчество, а также фотографии работ, созданных для интерьеров. Среди задач художника – организация пространства помещений и даже постановка света. Среди первых зрителей – выставки студента и коллеги-преподаватели. Добавлю, и Сергей Гребенников, и Владимир Мартынов хорошо известны ценителям современного искусства. Их работы хранятся в Парижском центре Помпиду, в Русском музее, Третьяковской галереи, в музеях Южной Кореи, Тайваня и Канады. В прошлом году в Венецианской биеннале, в этом году в Брюсселе. Поэтому тут брафа такая выставка есть, аукцион в брафе с мировой историей. Ну, я так можно сказать, баловень. И мне время от времени, ну, по крайней мере, вот перевалив за 64 года, удалось и в Венецианской выставке поучаствовать, и в других серьезных выставочных площадках, и с музеями. Держим курс на весну. Холод скоро уйдет. Сегодня и завтра последние морозные дни в регионе, говорят специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра. И если пока ночами температура воздуха может достигать минус 35, то к выходным станет намного теплее. Днем минус 13, минус 15 градусов. И легкий снегопад. Погодные перемены связаны с подвижностью в атмосфере и понижением давления, говорят синоптики. Процессы разрушат антициклон, из-за которого февраль поставил холодовой рекорд. В начале недели в Кыштовке термометр показывал минус 41. Дали эксперты и прогноз на март. Средняя температура будет держаться на отметке 3 градуса ниже нуля. Жители Аби совсем скоро смогут оценить качество медицинских услуг в новой поликлинике. Строители уже приступили к отделочным работам. А через месяц закончит фасад здания. Руководитель регионального минстроя Алексей Калмаков лично оценил ход строительства. Еще раньше в Аби появились детский сад и школа. Это дало городу новый виток для развития. Территория начала привлекать инвесторов. Сейчас массив активно застраивают жилыми домами. Уже через месяц в поликлинике планируют установить современное оборудование, которое обошлось в полмиллиарда рублей. Сдача объекта намечена на конец года. Десять лет в Аби вообще ничего не строили. Только вот три года назад пришли строители, когда увидели, что здесь действительно вкладывается для людей денежные средства, причем огромные денежные средства, нацпроекты. Школа, где-то три детских сада. И пришли застройщики. Площадки, которые были тоже проблемными, они сейчас тоже решаются вопросом. То есть вот нацпроекты, действия нацпроекта, которые придумал наш президент. Сегодня в областном перинатальном центре пройдет мастер-класс главного акушера страны. Роман Шмаков прибыл в Новосибирск накануне. Прочитал лекции медикам региона, провел прием женщин со сложными беременностями. Посетил ведущие медучреждения. Очень важно, что перинатальный центр сейчас функционирует в полном объеме. Прошло 5500 родов уже в прошлом году. То есть достаточно серьезные показатели. И это правильно, что благодаря поддержке и Минздрава, и правительства построен такой замечательный перинатальный центр. Введен полностью оборудован. Главный акушер уверен, большинство женщин должно рожать в роддомах самого высокого, третьего уровня. Независимо от того, находятся ли беременные в группе риска. Поскольку осложнения могут возникнуть в любой ситуации. Кровотечение и критические акушерские состояния медики обсудили на профильной школе в Новосибирском медуниверситете. Отметили, региону удалось значительно снизить младенческую смертность. Большая заслуга правильной маршрутизации. Создана маршрутизация для девочек, для подростков, для женщин репродуктивного возраста. И что очень важно, для женщин, которые беременны. И в частности, беременные пациентки с какой-то сложной гинекологической патологией, с миомами матки, с опухолями яичников, всегда поступают на третий уровень оказания медицинской помощи, где им проводятся реконструктивные органы, сохраняющие операции, позволяющие сохранить эту беременность и родить здорового малыша. В Новосибирской области выплаты на детей выросли больше, чем в два раза за шесть лет. Многодетных семей в Новосибирской области стало больше на 50%. Импульсом к этому послужил январский указ президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей. Качество жизни повышается не только с помощью различных выплат. Развиваются социальные службы, которые теперь сами сообщают гражданину о возникших у него правах на льготы и пособия. Открываются многофункциональные центры. Число получателей социальных выплат в регионе на данный момент достигло 937 тысяч человек. Работодатели обещают премировать сотрудников праздником. Это данные опроса сервиса Суперджоп. Бизнес не намерен игнорировать 23 февраля и 8 марта. В Новосибирске премировать сотрудников на 23 февраля планируют 21% работодателей, еще 23% на предстоящие 8 марта. Таков новый тренд этого года. Представители бизнеса выбирают такой путь, чтобы не заморачиваться с поиском общих подарков. Половина опрошенных компаний готовит подарки на праздники для мужчин, а 57% – к женскому дню. Устраивать корпоративные мероприятия на оба праздника будут 30% работодателей нашего города. И к этому часу информация вся о развитии событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова